Добрый день. У нас предстоит очень интересная неделя. Мы от Нового года мая, который, естественно, как любой Новый год длится. Он заканчивает, кстати говоря, Новый год в Египте. Мы просто переезжаем в Лугносад и День Перуна. И Лугносад один из интереснейших дней в году. Это как все кельтские праздники. Он очень тяжелый. И так как они стоят день в день с Днем Перуна, вы их практически не отличите. Но Лугносад, он, знаете, он более злой и более богатый. При всем том, что Перун, он верховный бог, Луг как бог сокровища, бог богатства, богаче. Вроде бы нелогично, но у Перуна он бог князей. Он как бы тоже связан с богатством. Но вот прямую именно такое Лугносад дает. Очень ярко выраженное. Попробуйте устроиться на работу в его праздник. Будет дикий скандал, вы уволитесь. Но какой-то источник дохода при этом найдете. Он всегда дает подарки. Он всегда дает доход. И вот эти два праздника как-то можно устроиться в жизни, я бы так сказала. Тем или иным путем. Вам в чем-то, но повезет. Где-то вы устроитесь. И я их рассматриваю очень-очень позитивно всегда. Но работать в них нельзя. Если вы можете не работать, понимаю, что вы не можете не выйти на работу. Или они у нас на выходные приходятся. Но не важно, у кого есть работы в выходные. То не работайте эти два дня. Вы уже на предыдущие многие праздники обожглись. Писали, там было, как кто-то накупала, пытался в саду работать, что все, получали травмы. Очень хорошие. Я думаю, рисковать не стоит. Именно он связан с травмами. Причем, что купала, что лук, бог солнца. Он очень связан с травмами глаз. Глаз, лица. И это может сработать не первого числа, самое интересное. Вот если вы устроились на работу, а несколько месяцев даже спустя. Поэтому я категорически все-таки не советую. Причем, знаете, когда подарки приходят, чаще всего, когда Венера встает на спику. Я это замечала несколько лет, отмечала. Причем, очень такой хороший подарок, например, в виде дохода на всю жизнь. Вы можете найти, ну, золото там. Ну, что-то ценное. Кто к находкам склонен. Но в любом случае он дает подарок. Если вы празднуете его праздник, чаще всего он присылает именно, когда Венера на спике. Это бывает октябрь, бывает сентябрь. Но именно от него. Это очень четкая такая линия. Вам это пришло на этой работе, которая была именно с этим периодом связана. Когда придет с пика, он вам пришлет подарок просто подороже. Впрямую может кто-то подарить. Но лук щедрые подарки шлет. В этом плане он очень щедрый. Он всегда шлет подарки. Вообще всегда. Если вы хоть как-то связаны с магией или почли его праздник, всегда ждите подарка и хорошего. Но я уже сказала, он не первого числа, как правило, призыва. Там могут быть поскромнее что-то. А вот когда Венера или Солнце пройдет по спике, ждите хорошего подарка. И даже очень хорошего. или расставание с каким-то бременем. Премия может крупная быть. Дар от кого-то тоже может быть крупный. Вот такие вещи приходят. Именно когда его звезда с пиком, чисто выраженная, он на спику, но не на Луну, а вот Солнце и Венера. Особенно когда идут. Меркурия я меньше замечала. Меркурия, наверное, не украдник. Он украдник хороший дает. Но вот именно от Луга приходят подарки с Лугунасада. И считается его черничный день. Что нужно черника. Но если нет черники, он любые ягоды принимает. Лугу закапывали в землю. Ну, тут хорошо на песке. Можете положить, засыпать пирамидкой. Они это всякие пирамиды. И обожает он горы. Он страж горных сокровищ. Такое интересное про Лугунасад и Перу. Но всегда приходят какие-то подарки. Всегда. И дорогой подарок. Это самый легкий из кельтских праздников. Я уже говорила, бельтайн очень легкий. И Лугунасад, насколько Хэллоуин тяжелый. Настолько Лугунасад. Он счастливый, но и скандальный. Попробуйте работать, попробуйте это. И вы хлебнете фунт лихо. Это на Пасху похоже. Боги требуют вашего времени внимания, подарить им. Верите вы в них, не верите. Это ваши проблемы, в общем-то. Не его проблемы. Я могу лишь сказать, как они мыслят. И как они работают. Они работают вот так. Чуть не упала. Ну вот на этом я попрощаюсь.